Уровень тревожности россиян за последние несколько месяцев вырос на 70% подсчитали в фонде общественное мнение. Симптомы бывают разные. Нарушение сна, аппетита, постоянное чувство тревоги. Тревожное расстройство проявляется по-разному, но для всех рекомендация одна. От ненужных переживаний и тревог нужно избавляться. Как это сделать, расскажем в следующем сюжете. Психологи для борьбы с тревожностью рекомендуют слушать успокаивающую музыку, размеренно дышать, делать что-то своими руками, отвлекаться на другие дела. Все это может помочь, если нет клинических проявлений. И речь уже идет о заболевании. Надо сказать, что в своей практике я довольно часто в последнее время использую афобазол, так как этот препарат имеет высокую эффективность, противотревожный высокий эффект и очень хорошую переносимость. Противотревожный эффект его сравним с препаратами многими рецептурными, а переносимость позволяет назначать его пациентам, которым нужно сохранять активность, внимание. Чтобы избавиться от повышенной тревоги, надолго нужен курсовой прием противотревожных препаратов. К примеру, афобазол. Это российский препарат, который устраняет тревогу, беспокойство и связанную с ними бессонницу. У пациентов с тревожными расстройствами возникают проблемы с оценкой своего состояния. Они не понимают, что это тревога и что следует обратиться к врачу. Если есть сомнения, можно воспользоваться различными опросниками, шкалами, например, опросником оценки выраженности тревоги Гамильтона, которые помогут оценить выраженность симптомов тревоги. Благодаря благоприятному профилю безопасности афобазол продается без рецепта. Его можно купить в любой аптеке. Для наиболее выраженного действия необходимо принимать 4 недели, поэтому лучше сразу купить 2 упаковки афобазола.